Добрый день! Вы смотрите итоги недели телеканала Управда ТВ. Мы собрали самые значимые новости Ульяновской области за прошедшую неделю. С вами Сергей Прус. На территории региона СНЮСом объявлена война. Инициатива запретить продажу данных никотинсодержащих смесей несовершеннолетним, хоть и появилась в конце 2019 года, но получила настолько мощную поддержку со стороны власти, что вокруг СНЮСов разворачиваются настоящие боевые действия. Причем серьезные баталии проходят не в кабинетах, а в торговых точках. Наша съемочная группа участвовала в одном из рейдов. Павел Половов подробнее. Согласно принятому региональному закону, запрет распространяется на торговлю несовершеннолетним продукцией, которая не относится к лекарственным средствам, содержит в своем составе никотин, извлеченный не из табачного сырья. В народе вредный продукт получил название СНЮС. Такие смеси используются для курения, рассасывания, жевания или нюхания. За продажу установлены административные штрафы размером до 150 тысяч рублей. Однако загвоздка в том, что подобная продукция не лежит в открытом доступе на прилавке. А выявить место, где СНЮСы продают детям, сложно. Потенциальные покупатели – дети. Именно они и делают контрольные закупки, а потом вызывают полицию. Мест, где все еще пытаются сбыть эту гадость, в Ульяновске много. Поэтому молодые люди проводят рейды ежедневно в разных частях города. Молодых поддерживают старшие товарищи. К сожалению, у нас до сих пор стоит в актуальной повестке вопрос СНЮС. Активная его продажа несовершеннолетняя. Понятно у нас, что крупные торговые сети, федеральные, региональные, они просто убрали с прилавков вот эту гадость. Но, к сожалению, мелкие торговые точки, нестационарные торговые объекты, это ларьки, какие-то там пристрои и прочие, табачные лавки, которые расположены в крупных торговых центрах, как на сегодняшний день в частности, менее торговые центры, они активно отпускают вот этот СНЮС. О законе продавцы и хозяева торговых точек знают. Однако уничтожать отраву не торопятся. СНЮС продолжает продавать, как, например, в торговом центре «Созидатель» в новом городе. Продавец знает, что без предъявления паспорта продавать СНЮС нельзя. Но все же предпочитает отпираться до последнего. Скоро на место прибывает и хозяин торговой точки. Однако ему быстро приходится признать, что товар, на который он не может даже предъявить сертификат покупателю, не может находиться в торговом обороте. И сам уничтожает СНЮС. У нас самого ребенка. Я и говорю, не дай бог. Кстати, могу вам на воду придать, я бы порвался. Чтобы молодые любители СНЮСа не достали его из урны, мужчина залил растоптанные банки моторным маслом. Молодые активисты рассказывают, что существует целый проект, по которому они работают. После мероприятия в ТЦ «Созидатель» ребята нам рассказали об этом проекте. У нас была плановая закупка по проекту «Народный контроль» так называемым товаром СНЮС, который сейчас среди молодежи очень распространен. И была существом продажа несовершеннолетнему. Юные общественники рассказывают, что во время своих рейдов не раз видели очереди детей за СНЮСом. Внимание к товару со стороны властей обострилось тогда, когда в школах было отмечено участившееся неадекватное поведение детей. Месяц назад губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил разработать пакет мер, которые уберут ядовитые смеси из торгового оборота. Как видим, поручение выполняется. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ. После первых рейдов и обнародований результатов в здании регионального правительства прошло заседание оперативного штаба. Жесткая критика работы ведомств. Так можно охарактеризовать эту встречу. Павел Половов продолжит тему. На заседании оперативного штаба губернатор Сергей Морозов подверг жесткой критике работу руководителей всех ведомств и поставил задачу выявить каждое место продажи и обеспечить тотальный контроль за оборотом этого вещества. Проявите гражданскую ответственность. Прежде всего, гражданскую ответственность проявите и все. Не торгуйте фанфуриками, не делайте эти рюмочные, которые теперь переформатируете в так называемые буфеты, которые начинают с новыми вывесками в этих же злачных местах, где спаиваете мужиков, где уничтожаете семьи. Не торгуйте этим снюсом. Можете, что ли, или не можете, так сказать, между собой договориться, чтобы какой-то этический кодекс соблюдался. Или уж настолько стыд потерян, что уже больше это не лечится. Отчеты, которые предоставили различные ведомства, не удовлетворили губернатора. О власти районов и министерства вообще отчитались, что рейды проведены, снюс не найден. Губернатор не обошел вниманием и эти результаты. Ни Семенкин со своим огромным министерством не выполнил до конца, ни Гайнидзинов со своим огромным, так сказать, там войском не выполнил эту работу до конца, ни многие другие, вот находящиеся на экранах, вот они за моей спиной все находятся. Я еще раз говорю, видите, какие все справные. Ну, у каждого нулевые показатели. А это неправда, правда ведь? То, что это неправда, подтвердил и наш материал о продаже снюса, который как раз показали на совещании. Наш сюжет губернатор показал членам оперативного штаба. Некоторые министры попытались сказать, что ролик старый, годичной давности, но это заявление не выдержало никакой критики, ведь рейд проходил в понедельник 20 января. Мы распространяли его по соцсетям и более 50 комментариев за два часа. И люди очень активно поддерживают эту борьбу и очень просят ее продолжать. Поэтому, когда мы говорим, что не поступает звонков на телефон и горячие линии, ну, значит, мы ее плохо рекламируем. Заместитель губернатора предложила вместо огромного количества горячих линий ведомств, работающих только с 9 до 17.00, вести единый, известный всем и круглосуточный телефон. Предложение поддержал губернатор. Работы по организации новой горячей линии должен возглавить руководитель оперативного штаба по борьбе со снюсами Сергей Люльков. Сергей Морозов дал поручение подготовить и провести комплекс жестких мероприятий для устранения снюса из торгового оборота. На разработку и исполнение губернатор дал месяц. Отписаться и отмолчаться на этот раз не получится ни у кого. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. К другим социальным темам. На этот раз в фокусе внимания оказался дом номер 44 по улице Пушкарева. К нам в редакцию обратились жители этого дома. Несколько лет назад в доме заменили лифты, однако жильцы остались недовольны. Данил Ноздряков разбирался в проблеме. Во дворе дома многолюдно. Жители дома номер 44 по улице Пушкарева толпятся на разбитом асфальте и обсуждают наболевшие вопросы. Они бы и рады изменить дом в лучшую сторону, но не могут. Изменения мешают долги, которые мертвым грузом висят на доме. Когда я стал старшим по дому, я, естественно, запросил документы, чтобы произвести капитальный ремонт в подвале, крышу и замена электропроводки. Мне сказали, вам установили 6 лифтов, стоимость каждого лифта 1 миллион 800. И у вас на текущий день составляет задолженность 8 миллионов. Было больше. Всего установка лифтов в 2015 году обошлась жителям дома в 11 миллионов рублей. Собранные собственниками 3 миллиона в качестве взносов на капитальный ремонт списали. Жильцы утверждают, что их ввела в заблуждение городская управляющая компания Савьяшского района, работавшая в то время на доме. Якобы обещали сделать все бесплатно или почти бесплатно. А многие даже не помнят, что голосовали за решение о замене 6 лифтов. В фонде модернизации ЖКК утверждают, что все законно. Лифты попали в программу капитального ремонта, действующую в области 2014 года. И платить за них придется. В соответствии с региональной программой по адресу Пушкарева производился капитальный ремонт лифтов. Соответственно, те затраты, которые были принесены на выполнение работ по замене лифтов, они лежат на собственниках. Потому что источником финансирования этой программы капитального ремонта является именно средство собственников. Долги за произведенные работы должны быть погашены до конца 2044 года. Можно и быстрее, но тогда придется повышать ежемесячный взнос на капремонт. В доме, где большая часть жильцов пенсионера, повышения не потянут. Пока же с долгами не рассчитаются, проводить работу по капремонт в доме не будут. Проблем же у жителей много, и они готовы говорить о них долго. Как мы заселились, ни разу не был никакой ремонт. Сколько мы не обращались в компании. Ремонт пройдет в собрании. И ничего не делалось. И вот сейчас отмозки, цоколь. Все пришло в упадок, и ничего не делается. Придут рабочие, замажут дыркой как, и уходят. Проблем с крышей постоянно. Последние 10 лет вообще это страшно. Как начинаются сильные дожди, все протекает. И тазы, и ведра без конца. Нельзя выйти из квартиры. Я в это лето никуда не могла ни выехать, ни уйти. Постоянно, как дождь, сидишь дома. Только выливала воду. Неудовлетворительность состояния подъезда вызывает опасения подвал. С учетом того, что дом проливает страшно из проводку. Чуть что и может коротнуть. В фонде модернизации ЖКК уверены, ситуация не безвыходная. Программа капитального ремонта – это не единственный выход из сложившейся ситуации и решения проблем, которые имеются на многоквартирном доме. Потому что есть и управляющие компании, которые занимаются решением текущих проблем. Не отказывается решать проблемы дома управляющая компания «Кодом», которая сменила ГУК за Свияжского района. Обещает изыскать средства и провести текущий ремонт. Ну, опять ведь это изыскивать. Когда у нас свои были деньги, они откладывали, жители. Жители откладывали эти деньги. Всю жизнь они эти деньги, 11 капель, миллионов, и как этих, вот так раз, и все. Житель настроен решительно. Готовы обращаться к своим проблемам к губернатору Сергею Морозову. Остается вопрос, кто и зачем их ввел в заблуждение, и как им выйти из этой ситуации. И когда будет отремонтирован дом на Пушкарево. Данила Ноздряков, Александр Кудряшов, Юрий Ломатов. Новость Телл. Правда ТВ. Еще одна история из жизни рядовых ульяновцев. К нам в редакцию обратилась семья Скориковых с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных. Близкие 75-летнего жителя Ульяновска считают, что сотрудники скорой помощи проявили халатность и не госпитализировали больного с инсультом. Но так ли это? Разбиралась наша съемочная группа. В этом доме по проспекту Созидателей живут близкие родственники 75-летнего Василия Дмитриевича Скорикова. Сам пенсионер проживает в соседней многоэтажке, но сейчас он лежит в больнице и находится в крайне тяжелом состоянии. А близкие недоумевают, почему так получилось. Ведь все могло быть иначе. У пожилого мужчины случился второй в жизни инсульт. Сын Эдуард Скориков, как только узнал об этом, тут же примчался к отцу. О том, что у папы острое нарушение кровоснабжения головного мозга, понял с порога, рассказывает мужчина. Нарушилась речь, частично они имели конечности и рот ушел на бок. В 10-15 вызвал скорую, машина приехала быстро. Однако оперативность не помогла. Спустя 10 минут бригада уже вышла из квартиры, а дедушка так и остался лежать на диване. Они посмотрели, все пощупали, ну типа того, все нормально, то есть ничего страшного, у него нету, это у него последствия старого инсульта. Я им говорю, у него инсульт, они говорят, нету, у него последствия старого инсульта. Вот и все. Но они сделали ЭКГ? Ничего, ни ЭКГ ничего не делали, абсолютно. Я еще удивился, да. Просто пощупали? Да, пощупали. Уходя, медработники посоветовали лишь вызвать участкового врача. Якобы дедушке просто нужно поставить капельницу. В состоянии шока ничего не оставалось делать. Родственники позвонили в поликлинику, благо терапевт не заставил себя ждать. Увидев пациента, врач заключил сразу. Инсульт, нужна госпитализация. Скорую вызвали во второй раз. Скорая помощь, в итоге вторая сразу же, моментально, сделала кардиограмму, блокаду, уколы какие-то сделали и сразу увезли его. Сегодня я его посещал, он лежит в реанимации, сказали, состояние среднее. Среднее состояние, сказали, сегодня из реанимации переведут его. Если бы среагировали раньше, то вот такого не было. Сосов Эдуарда, когда его отца привезли в медучреждение, тот был присмертем, почти не шевелился и задыхался от рвотных масс. На вопрос о том, часто ли папа жаловался на здоровье, отвечает отрицательно. Василий Дмитриевич, мастер спорта по лыжам, ведет активный образ жизни и всегда на позитиве. Почему они игнорируют? Я им сразу сказал, у него инсульт, я вижу состояние у него плохое. Я не знаю, почему вот так происходит на самом деле. И сколько таких больных кидать будут. В станции скорой медицинской помощи нам рассказали свою версию произошедшего. Уже в первый приезд бригада предложила пациенту госпитализацию. Однако в карточке вызова, который является основным документом работы бригады на месте, зафиксирован отказ. В карточке написан отказ пациента от госпитализации. Через два часа, соответственно, симптомы увеличились, усилились. Бригада выехала, его госпитализировала. О том, что его положили, вернее госпитализировали в реанимацию, положено просто по стандарту, не по состоянию. Семья Скориковых официально заявляет, что никаких документов в первый приезд скорой не подписывали. Если только сам дедушка дрожащей рукой не успел, пока сын выходил в другую комнату. Согласно правилам, если больной не в состоянии расписаться, поставить подпись может законный представитель, либо сам медперсонал. С пометкой, что от подписи, как и от госпитализации, отказался. Ничего. Вам не давали никаких бумаг? Ничего не расписывался. И дедушка не расписывался? Вот это я не знаю, я уходил, то есть это... Жене звонил по телефону как раз, чтобы участковый... То есть, по большому счету, они могли без вас? Может быть, да. Но вы долго выходили вообще? Ну, надолго там, сколько? Минута полторы. Ну, полторы минуты, да? То есть, никаких бумажек первых? Ну, у меня там мама находилась. Позже Лидия Ивановна Скорикова также подтвердила, что подпись нигде не ставила. На момент выхода сюжета дедушку перелив палату центральной городской больницы. Состояние стабильное. Родственники Скорикова-старшего стоят на своем и намерены с их слов добиться справедливости. Они отправили жалобу в региональный Минздрав. По нашей информации, в министерстве уже начались разбирательства по этому делу. Наша редакция будет следить за развитием событий. На экране вы видите телефон горячей линии. По нему можно оставлять вопросы, касающиеся получения качественной медицинской и лекарственной помощи на территорию области, а также для защиты прав и интересов граждан в сфере здравоохранения. Ринат Альулова, Данил Сурков, Новости, Улправды ТВ. К новостям из Ульяновской области. В Новоульяновске идет реконструкция очистных сооружений. Строительство комплекса запланировано в несколько этапов, последний из которых закончится в четвертом квартале этого года. Подробности в материале Наталья Чумаченко. А честные – это не только сама очистка, но и насосные станции, системы обеззараживания и обезвоживания. Все работы планируют завершить до конца октября 2020 года, в том числе запуск трансформаторной подстанции и установку пожарных резервуаров. На сегодня работает порядка 20 человек, порядка 10 единиц техники. Ведутся работы по строительству ОБК. Сзади ведутся фундаментные работы, прокладываются на наружные инженерные сети. Произведена очистка участка, срубка лишних деревьев, насаждений лишних. Готовится площадка под производственный корпус, под саму станцию биологической очистки. Реконструкция верхних очистных сооружений Новоульяновска, обслуживающих промзону, позволит увеличить пропускную способность объекта 630 кубометров в час до 2000. Кроме этого, современная система очистки источных вод повысит инвестиционную привлекательность района. Реконструкция очистных сооружений позволит улучшить экологическую обстановку в муниципальном образовании, создаст дополнительные рабочие места и даст возможность строительства новых предприятий в городе Новоульяновске. Деньги из федеральной казны на эти цели выделяются немалые в рамках проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Общий объем финансирования составит около 5 миллиардов рублей. Работа по очистным также запланирована в Левобережье и Правобережье Ульяновском, Димитровграде, Барышей и Индзе. Главным итогом проекта на территории области должно стать снижение к 2024 году в три раза объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Ол Правда ТВ. А теперь переместимся в Димитровград. На прошедшей неделе город Атомщиков снова преподнес неоднозначные новости. Здесь очередные публичные слушания собрали аншлаг. Сотни жителей решили сказать свое веское «нет» на попытку городской думы изменить действующий устав города, чтобы вернуться к старой системе избраний местной законодательной власти. Подробнее наши димитровградские коллеги. В зал драматического театра имени Островского полон. Пришли рядовые жители города, чиновники, коммерсанты, представители общественности и депутаты прежних созывов. Председатель стоит на собрании спикер думы Александр Ерышев, который обозначает основные тезисы заседания. Проектом решение предлагается внести изменения и дополнения в уставу города, касающиеся изменения избирательной системы муниципальных выборов. В частности, предлагается вернуться к старой системе муниципальных выборов депутатов городской думы на основе смешанной избирательной системы, когда 15 депутатов избираются. При едином избирательном округу пропорционально число голосов избирателей, поданных за закрытые списки кандидатов в депутаты. Также Александр Ерышев огласил предложение жителей города, которые вынесли на общественное слушание свои инициативы. Так, например, председатель финансово-экономического комитета Думы Игорь Куденко настоятельно просил ограничить депутатов в количестве, предполагая оставить лишь 25 народных избранников и вести мажоритарную систему. Буквально сразу после оглашения слово было передано в зал. И тут мнения разделились. Нас заинтересовал вопрос по поводу системы голосования. Читаем прессу, мы знаем прекрасно, что в Ильяновске принята мажоритарная система выборов. А наш совет как бы категорически против такого. Следующий выступающий, наоборот, поддержал систему выборов исключительно по одномандатным округам. Дума не работает на город, не на избирателей. Они погрязли в своих партийных разборках, они защищают интересы партии, интересы жителей города и самого города в целом. Остались все позади. Поэтому я настаиваю на том, чтобы поддержать предложение Куденко, чтобы в городе у нас была только одномандатная система и это выбора. Озвучка очевидных, но нелицеприятных замечаний в адрес депутатского корпуса вызвали вполне ожидаемую реакцию сторонников КПРФ. Еще одним выступающим стал депутат ЗСО Матвей Володарский, который также с критикой обратился к действующей власти. Я считаю, что необходимо по одномандатным округам выбираться исключительно жители города. И такого бардака, который сегодня в городе происходит, особенно кадрового, не будет. Потому что сегодня вы сами видите, что в администрации города сегодня работает кто угодно, только не жители Димитровграда самого. Поэтому вот этот бардак сегодня и есть. Закончить выступление у данного спикера также не получилось. Бывшие коллеги по партии решили выключить микрофон депутата ЗСО, который начал вспоминать различные ситуации, некрасящие нынешний состав не только Думы, но и вообще всех представителей КПРФ в регионе. Дума, а вы сейчас меня отключает, отключает микрофон так же, как вид, отключает микрофон. Емко проведенная параллель заставила сторонников депутата Госдумы РФ Куренова немного поутихнуть, да и выступающие стали более сдержанно комментировать свою позицию. В итоге мнения разделились следующим образом. Из 11 выступающих семеро выступили против принятия данной системы выборов. Еще четверо поддержало ее. Теперь городской думе предстоит решить, к чему же мнению прислушаться и какое решение принять на очередном заседании местного парламента 29 января. Кемран Кичимайкин, Анжелика Барвинок, Демград-24, специально для Управ ДТВ. Специализированную медицинскую структуру запустят на базе нового хирургического центра Демитровграда через считанные недели. Необходимость создания травмоцентра обусловлена близостью нахождения к Демитровграду федеральной трассы Ульяновск-Самара. Если раньше пострадавших доставляли в областной центр в Ульяновск, то сейчас можно оказывать высококвалифицированную помощь непосредственно в Демитровграде. Хирургический комплекс открыт в Демитровграде в конце 2019 года. Широкие коридоры, большие светлые палаты, новейшее оборудование. По факту для начала работы травмоцентра в Демитровграде есть все необходимое. Осталось оформить все юридически и составить схему маршрутизации. Напомним, об открытии травмоцентра второго уровня впервые заговорили в конце декабря. Сергей Морозов рассказал об этом главе города Богдану Павленко. Это, несомненно, очень хороший, большой успех, потому что это и новые техники, и новое оборудование, и новые возможности превращения здравоохранения города Демитровграда в один из самых главных центров, медицинских центров по Болжье. Территориальная расположенность и близость учреждения к федеральной трассе Ульяновск-Демитровград-Самара позволят снизить смертность от травм, полученных в результате ДТП. После дорожно-транспортных происшествий большинство больных у нас поступает с отчетными травмами. Сочетанные травмы подразумевают повреждение ни одного плана органов. То есть повреждаются и скелетные составляющие, и внутренние органы. Работают совместные хирурги-травматологи, нейрохирург. Поэтому травмы называются сочетанные, когда поражаются несколько систем органов. Эта помощь оказывается у нас в полном объеме. Для оказания специализированной помощи пострадавшим в ДТП в фиркорпусе есть оперблок на шесть операционных, противошоковая палата в приемном отделении и, конечно же, хирургическое и травматологическое отделение. Последнее рассчитано на 35 коек. Проводятся все виды операций, в том числе так называемый золотой стандарт лечения – это блокируемость стеросинтез длинных трубчатых костей с помощью погружных конструкций. В частности, именно то, что я держу в руках – это интермедулярный стержень для голени большеберцовой кости. В случае необходимости врачи могут оказать все виды травматологической и ортопедической помощи. Предполагается, что травма-центр в Димитровграде начнет работать с 1 марта. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для улправды.ру из Димитровграда. Не заявлять, а выявлять, когда семьи Ульяновской области получат новые выплаты. Наша съемочная группа побывала в гостях у обычной ульяновской семьи. Многодетной семье Залиловых воспитывается три дочери. Старший – пять лет. Младшая родилась в ноябре прошлого года. В этой семье внимательно слушали послания президента Владимира Путина к федеральному собранию, ведь большая его часть касалась вопросов семейной политики. Залиловы уже успели воспользоваться многими льготами, представляемыми в стране и регионе. И считают, что нововведения станут важным по спорям семейному бюджету. Мы погасили ипотеку. 450 тысяч. То есть это большой плюс. То, что сертификат нам дает. 100 тысяч. Тоже мы планируем погасить ипотеку. Двухкомнатная квартира взята в ипотеку в новом микрорайоне Репина. В молодом районе сдан лицей номер 101. Готовится к воду в эксплуатацию детский сад. Своей квартирой Залилову принимали дорогого гостя, губернатора Сергея Морозова. Вкусно, нет? Потом мне дашь. Мне тоже не дашь. Вкусно. Вкусно? Так. Дай я тогда ее съем. А ты вот это попробуй. Да, мне понравилось. Ну ты, бабы, тоже. Пробуй. Вопросы помощи семьям обсуждались на заседании Демографического совета, который прошел в здании строящегося садика. Глава области напомнил собравшимся, какие меры стимулирования рождаемости предложил президент. Действие материнского капитала продлено до 2026 года. Он вырос и будет вручаться с рождением первого ребенка. Семьи с детьми до 7 лет начнут получать дополнительные выплаты. А учащихся младших классов обеспечат бесплатным горячим питанием в школах. В 2005 году все, кто занимается семейной демографической политикой, говорили, что наша главная национальная и региональная цель – это сбережение народа. Взяв за основу слова Солженицына. Сбережение, приморожение, улучшение жизни наших земляков – вот именно это и является тем приоритетом, которому, как минимум, я все свои годы работы губернатором, адресом мэром посвятился. С лета мамы до 25 лет, родившие первого ребенка, смогут получить по 100 тысяч рублей. А с января этого года семьи, собравшиеся строить дома, смогут получить по 300 и 700 тысяч рублей по капиталу семья. Важным обстоятельством стала отмена критерия нуждаемости. С Нового года начали вручать подарки новорожденным. Самым главным проектом в 2020 году будет организация службы семейных консультантов. Это сложнейший процесс, когда семейные консультанты, собственно, работают на территории всех муниципальных образований. И уход от системы заявления, от заявительной системы, когда в социальную службу приходит семья, к навоявительной системе, когда мы понимаем, что вот сейчас этой семье надо помочь. Озвучил губернатор ряд предложений, над воплощением которых будут работать в ближайшее время. В детских садах может остаться плата только за питание. Губернатор привел примеры Ульянска и Димитровграда, отменивших плату за проезд для школьников. Им должны последовать другие муниципальные образования. А муниципалитеты, которые уделяют семейные большее внимание, могут быть поощрены грантами. Егор Титов, Данил Сурков, Новость Сулправда ТВ. Наш следующий материал про благоустройство села. На территории Российской Федерации вступила в силу новая государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Не исключение и Ульяновская область. Однако, в некоторые пункты программы на местном уровне внесены дополнения. Ирина Антонова с подробностями. За последние годы в рамках межведомственной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Ульяновской области было построено более 90 тысяч квадратных метров жилья. Улучшены жилищные условия практически 900 семей. Новая госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» продолжит развитие жилищного строительства в сельской местности. Уже с этого года заработает льготная сельская ипотека по весьма низкой ставке – до 3% годовых. Это отметил на заседании рабочей группы по вопросам реализации послания президента Федеральному собранию министр агропромышленного комплекса региона Михаил Семенкин. Но если у меня, соответственно, семья имеет трёх детей, мы предлагаем компенсацию процентной ставки за счёт бюджета Минсельхоза. Без, скажем так, дополнительных действий, что средств от Минфина, скажем так, уже 2,7% годовых, а если детей более трём, мы предлагаем процентную ставку 2,5% годовых. Нехватка кадров на селе давно волнует Минсельхоз. В связи с этим на базе аграрного университета вводится новая система обучения будущих фермеров, желающих получить грант «Агростартап». Это 14-ти дневный модуль образования для тех людей, которые не связаны никаким образом были ранее с сельским хозяйством. За 14 дней во время всей эти полуфурс пансионы, проживания, питания, а также и определенные доступные программы, которые пройдут образовательный модуль, где их обучат всему, что касается именно так, как связанных с сельским хозяйством, для получения грантов и поддержки. Также будет изменён порядок по выделению грантов. Гранты мы выдаём, как вы знаете, по балльной системе, кто более больших баллов надрался, кто-то имеет возможность, соответственно, получить этот грант. Поэтому уносим изменение порядок на предмет, во-первых, ежели ты в браке, то балл будет лучше. Ежели, соответственно, дети, трое-трое детей, допустим, опять же, балл будет лучше, то и чем больше детей, соответственно, то есть многоградетные, тем балл, соответственно, будет лучше. Подобную инициативу профильного министра поддержала общественность. Безусловно, это, конечно, поддержка, грантовая поддержка молодых фермеров, которая, я тоже участвую в комиссии сельского хозяйства, которая распределяет и помогает семьям именно в получении грантовой поддержки. И то, что прибавляются баллы за то, что семья состоит в браке, это очень важно, и дополнительные баллы за то, что в семье есть дети, вот это очень важно. То есть это, опять-таки, даже сельское хозяйство ориентирует молодых людей на семью. Все озвученные выше инициативы также обсуждались на Совете Министерства и Аграрного Университета. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. В продолжении темы реформ. 10 направлений, 9 миллиардов рублей и 12 месяцев на выполнение стратегически важных задач. В Ульяновской области подвели итоги по реализации национальных проектов. Какие программы прижились и оказались наиболее успешными, а где до сих пор остаются пробелы. На совещании побывал наш корреспондент. Почти 87. Таков процент выполнения показателей национальных проектов в Ульяновской области за 2019 год. В регионе подвели итоги реализации стратегических задач. Заседание Президиума Совета по реформам, национальным и приоритетным программам при губернаторе, состоялось на этот раз в новеньком лицее номер 101. Сергей Иванович уже говорил о том, какой у нас уровень кассового исполнения. Правда, мы с Минфином несколько разошлись в оценках. У нас Минфин 27,7 показывает, у нас чуть меньше получилось. Но это пока предварительно на итоге. Тем не менее, много это или мало? Значит, это достаточно высокий показатель, если мы будем сравнивать себя с регионами России. Одни из самых лучших результатов по всем показателям в регионе по национальному проекту «Культура». Так, в 2019 году построены два сельских ДК. Создан виртуальный концертный зал Димитровграде. Открыты 20 модельных библиотек. В 2020 году, как заверяет министр, в регионе темпы не упадут. Дома культуры обретут жители села Никольска на Черемшане, Меликесского и Красный Яр Чердоклинского районов. В регионе заработают еще три библиотеки нового типа за 20 миллионов рублей. 650 миллионов пойдет на строительство школы искусств Димитровграде. В контексте послания президента Российской Федерации из выделенных 8 миллиардов рублей на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами начинаем принимать участие в этой программе. Это для нас будет первый год. Мы получим на более чем 17 миллионов рублей из федерального бюджета плюс 3 миллиона софинансирования. Мы получим музыкальные инструменты и оснастим 4 образовательные организации. Весьма надеживающие результаты в части нацпроекта образования. Для 1100 детишек построили новую школу в микрорайоне Искра, тот самый 101 лицей. На базе 29 школ открыты точки роста. Это сеть федеральных центров просвещения цифрового и гуманитарного профиля. Они нацелены на освоение школьниками новых компетенций за счет современных технологий и разработок. Так во время учебного процесса центры образования выводят на совершенно новый уровень преподавания и освоение таких предметов, как информатика, технология и ОБЖ. Общий объем средств, который был направлен на строительство и оснащение школы оборудования из бюджетов разных уровней, почти 1 миллиард рублей. Или конкретно 933,5 миллиона рублей. В том числе 178 миллионов рублей на оснащение лицей оборудования. Работа по 9 направлениям велась по нацпроекту здравоохранения. В новом формате с капремонтом, открытой регистратурой и колл-центром заработали 12 детских поликлиник. За год построены 5 ФАПов и 1 офис врача общей практики. Цель 2020 года – продолжить модернизацию первичного медицинского звена. В регионе подготовлен большой проект по реформированию поликлиник, районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулатории. Всего в него включены более 80 медицинских объектов первичного звена, где проведут ремонт, а также закупят свыше 400 единиц оборудования. Однако главной проблемой до сих пор остается высокая смертность от инсультов и инфарктов. К сожалению, по этим двум направлениям многое предстоит еще сделать. Мы приняли ряд организационных мер, организационных штатных решений в течение этого года, потому что показатели, к сожалению, достигаются достаточно сложно. Но мы надеемся, что когда мы выйдем на стабильную работу и включим в работу новое оборудование, здесь подвижки будут более значительные. Несмотря на хорошие результаты по многим позициям, Сергей Морозов раскритиковал работу руководителей рабочих групп Совета региональных местных властей и сообществ. Губернатор отметил, что часто видят формальные отписки вместо реальной работы, которую зачастую не ощущают люди. Нужен постоянный диалог с населением, подчеркивает губернатор. А за неуполнение показателей нацпроектов должна наступать уголовная ответственность, добавляет он. Мы не имеем морального права халтурить, прикрываться пустыми словами, популизмом заменять свою несостоятельность и некомпетентность. Нельзя работать для людей, не советуясь с ними и тем более не включая их в работу. Власть обязана знать, власть обязана понимать, власть обязана помогать решать проблемы конкретного человека. Поддержать его в трудный момент, отвечать за свои слова, контролировать принятое решение. В 2019 году на реализацию нацпроектов региону выделили чуть больше 9 миллиардов рублей. Уже в этом году финансирование увеличивается почти на 4 миллиарда. Регион подключается к работе по выполнению задач еще одного национального проекта, связанного с производительностью труда. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Светофор по 100 секунд и пробка из трамваев. Как сделать городские перекрестки быстрее и безопаснее? Как улучшить ситуацию на дорогах? Виктория Черкова подробнее. Жители Ульянска продолжают жаловаться в соцсетях на долгие светофоры и заторы на дорогах. Наша съемочная группа решила узнать, как работает система организации дорожного движения. Все ли в порядке и что может приносить неудобства. За пример взяли участок на пересечении улиц Промышленной и Рябикова. По словам городских дорожников, перекресток функционирует в соответствии с ГОСТом, принятым 6 лет назад. Согласно стандарту, пешеходы и транспорт перестали пересекаться. Безопасность повысилась, так как появилось дополнительное время для пешеходов. Однако пропускная способность при этом ухудшилась. В 2019 году городские власти начали исправлять ситуацию. Изначально на данном перекрестке был введен раздельный пофазный разъезд. То есть каждое направление дергалось отдельно, что привело к большим затором ситуациям. После дополнительной проработки режимов работы на данном перекрестке были внедрены левые дополнительные секции для поворота транспорта. Дополнительная стрелка на поворот проблему решила. Теперь трамвай ходит без сбоев в расписании. Нововведение уже начало работать. Электротранспорт перестал толпиться на путях из-за почти трехминутного светофорного цикла. За движением на всех перекрестках города наблюдает Большой Брат. Камера установлена на столбах, а пульт находится в организации «Правый берег». Вся информация транслируется на экран. Когда специалисты получают сигнал о неполадках в работе светофора, они отправляют ремонтную бригаду на участок. Каждый день у нас в городе обслуживают четыре бригады светофорных объектов. Независимо от того, находится этот светофорный объект в астратизированном системе управления, либо это в локальном режиме. В этом же учреждении наблюдают за интенсивностью потоков машин. Если дороги перегружены, диспетчеры регулируют время работы красного и зеленого сигнала светофоров. При индивидуальной настройке под каждый перекресток специалисты отдают приоритет общественному транспорту. Так обслуживают самые сложные транспортные развязки города. Под особым контролем находятся участки на улицах 12 сентября, Локомотивный и Кирова. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Две с половиной тысячи человек из 139 многоквартирных домов ждут переселения. И они получат новые квартиры совсем скоро. Кто именно в ближайшие годы будет праздновать новоселье, а кто уже сегодня получил ключи от заветных квартир, расскажет наш корреспондент. В Новый год с новой квартирой жители поселка Мостотряд продолжают получать квартиры в новеньких домах по улице Ипподромной. Отсутствие благоустройства прилегающей территории готовы пережить. Ведь пока микрорайон Север-1 не будет сдан полностью, о благоустройстве не может быть и речи. С остальными проблемами пообещали разобраться губернатор Сергей Морозов и глава города Ульяновска Сергей Панчин, которые осмотрели строительную площадку нового дома. Квартиры у застройщика для переселенцев выкупаются на бюджетные деньги. Мы выкупаем городом, это деньги из трех бюджетов, я хочу сегодня сказать большое спасибо губернатору Сергею Ивановичу Морозову, депутатам всех уровней, законодательного собрания, городской думы, потому что это бюджет федеральный, бюджет областной и бюджет городской. Вот бюджет федеральный и городской, вернее областной и городской, мы идем 50 на 50, мы выкупаем здесь 100 квартир. 100 квартир – это в строящемся доме. В сданных домах уже живут люди. Новоселы улыбаются. Живут хоть и в новых домах, но соседей всех знают. Много лет жили по соседству в мостотряде. В целом квартирами довольны, надеются, что оставшиеся недочеты будут исправлены в ближайшее время. Я переселенец с мостотряда, с опасной зоны. Квартира мне очень нравится, очень мне нравится, все хорошо. Единственный вопрос – лифты плохо у нас работают. Единственное, что могу сказать. А так мне все устраивает. Кроме того, жителей заботит пока неналаженное транспортное сообщение и малое освещение микрорайона. Городские власти заверяют, что эти проблемы можно решить в течение 10 дней. Ульяновская область весьма неплохо справляется с требованиями федеральной программы по строительству жилья. На сегодняшний день в Российской Федерации существует программа обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда, в которой регион нас принимает посредственное участие. В соответствии с данной программой на территории Ульяновской области предлагается до 2024 года переселить 2500 человек из 139 квартирных домов. Переселить порядка 44 тысяч метров квадратного жилого фонда с общим объемом финансирования почти 2 миллиарда рублей. В период 19-20 год с федеральной поддержкой планируется расселить 13 квартирных домов. Этот показатель уже перевыполнен. Переселено 187 человек из 87 жилых помещений. Но темпы строительства регион снижать не собирается. На повестке дня комплексная застройка. Если мы будем просто смотреть на жилье как на индивидуальные какие-то строения, то, наверное, будет это неправильно. Мы научились уже комплексно строить жилье. Мы научились внимательно смотреть на то, чтобы рядом с жилыми домами находились образовательные, культурные, спортивные учреждения, учреждения дополнительного образования. Полностью микрорайон Север-1 будет сдан в 2023 году. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых дома. Скоро еще 100 квартир будут готовы принять новых хозяев. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Улправды.ТВ. 19 января ульяновцы отмечали день рождения региона. Ульяновской области 77 лет. Достойное вложение в развитие региона, конечно же, добросовестный труд людей, проживающих здесь. Традиционно в этот день почетными наградами отмечают выдающихся деятелей земли Симбирской. Кто эти люди, расскажет Рината Алиулова. За заслуги и преданность делу губернатор Сергей Морозов вручил отличившимся жителям ульяновского края государственные и региональные награды. Церемонию приурочили к 77-й годовщине со дня образования Ульяновской области. Сердечно благодарю всех жителей Ульяновской области за труд, за стремление и умение изменять свою жизнь к лучшему. За доверие, которое вы оказываете и мне лично, и региональной власти в нашей поседневной работе. Уважаемые земляки, уважаемые коллеги, а также труд ваших товарищей, безусловно, заслуживает самой высокой оценки со стороны и региональной власти, и всех жителей Ульяновской области. В зале представители разных профессий, действующие специалисты и ветераны отрасли, инженеры, авиаторы, военные, педагоги и журналисты. Все те, кто посвятил любимому делу жизнь. Анна Комиссарова – водитель троллейбуса с 30-летним стажем. Быть руля электротранспорта, как признается женщина, выбор осознанный. Будучи 18-летней девчонкой, по примеру дяди, она пришла в депо, где трудится по сей день. На любимой работе Анна познакомилась и с будущим супругом. Самая сложная, наверное, графика работы, особенно для молодых. Все праздники, все выходные мы работаем. А радость, которую больше всего приносит профессия? Радость? Ну, наверное, в двух словах это невозможно сказать, объяснить так. Ну, просто, да, когда город просыпается, очень приятно, когда все еще спят, как просыпается природа, все это очень приятно. Галина Знаенко в системе образования 39 лет. Из них 35 трудится в Ульяновском авиационном колледже. Женщина признается, что прошлась по ступенькам карьерной лестницы. От секретаря комсомольской организации до заместителя директора. Прежде всего надо любить эту профессию, любить детей, любить студентов, потому что по-другому здесь нельзя. Да, действительно, это сложная работа, но, тем не менее, когда любишь детей и профессию, находишь общий язык со всеми, и с родителями, и со студентами. Тем более, что многие из родителей были тоже уже моими студентами и теперь привели к нам детей своих, и это очень приятно. Звание заслуженного работника здравоохранения получила Елена Алмакаева. В 1986 году, закончив училище, пошла работать санитаркой в хирургическое отделение Ульяновской областной больницы. В 2005 году получила высшее сестринское образование. Елена признается, что ради блага людей готова трудиться круглые сутки, поэтому, несмотря на свою руководящую должность, часто работает обычной медсестрой. Это, наверное, призвание быть медицинской сестрой, и просто обычные люди в медицинскую профессию не могут идти. Это должно быть в сердце, любовь к людям, отношение хорошее к людям. Меня моя профессия очень устраивает. Даже санитарки, мне нравится помогать людям. Рядом с Анной Галиной на доске почета теперь будет висеть и фотография 32-летнего инженера-механика Сергея Бакальского. Мужчина трудится на одной из кондитерских фабрик почти 13 лет. На производство пришел грузчиком, а теперь следит за качеством производственной линии. Вообще работа приносит радость. То есть сплоченный коллектив, когда приходишь и все вместе, это дает большой плюс. А трудности, это работа. Трудностей не бывает. Надо трудности преодолевать и идти к новому, с чего-то. В этот день в Дворце культуры губернаторской чествовали специалистов, чья работа связана с рождением человека и со спасением его жизни. В одном зале под смех и плач малышей собрались акушеры, медицинские сестры, неанатологи, федиатры, бригады скорой помощи, а также родители, которым специалисты помогли выходить их детей. Так, в 2019 году родилось почти 11 тысяч детей. При этом жизни части из них зависели именно от профессионализма медработников. Я с огромным удовольствием вас приветствую в Дворце культуры губернаторской на нашей вот такой вот необычной для других регионов Российской Федерации встрече. Тем более, что встреча имеет возможность еще раз друг на друга посмотреть властям на своих замечательных врачей, на своих замечательных семьям, семьям посмотреть на своих замечательных детей, которые появились благодаря нашим замечательным докторам. Румья Сидорова – врач и анатолог высшей категории. Женщина работает в областном роддоме с 1997 года. Семья она единственная, кто связала жизнь с медициной. Румья рассказала, что детским врачом мечтала стать с детства и спустя годы о своем выборе профессии ни на минуту не пожалела. Доктор должен быть добрым, отзывчивым. Но первое качество – это, наверное, любовь к детям. Это самая главная наша черта. Но все остальное – это знание, опыт, умение приходит с возрастом. Юлия Кудрявцева – мама троих сыновей. Самому младшему Илюше сейчас два с половиной года. И мало кто знает, что он родился раньше срока. Илья – поздний ребенок, поэтому проблемы были с самого начала беременности, признается Юлия. Однако поддержка родных, собственная воля, а также профессионализм врачей дали супругам шанс стать многодетной семьей. У нас очень замечательные врачи. С самого начала мне помогли эту беременность сохранить, выносить и благополучно родить. Начиная с перинатального центра нашего Заволжского района и продолжая в областной больнице на сохранении, где я лежала, и там же в роддоме. К слову, в роддоме Ульяновской областной больницы за последние два года помогли больше 1700 новорожденным. Из них 100 были недоношенными, а 32 малыша с врожденными пороками развития. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Молодым везде у нас дорога. А есть ли у современной молодежи хорошие идеи? В Ульяновске прошло интересное мероприятие от дирекции «Года молодых», где активисты представили свои проекты и обсудили планы работы на первый квартал 2020 года. Что получат авторы лучших идей? Узнайте в материале нашего корреспондента. В молодежном театре прошла битва молодых. Так называется первая в истории региона ток-шоу, на котором активисты вузов, молодежных парламента и правительства представили свои проекты. Темы самые разнообразные – краеведческие, общественные, культурные и научные. Команды провели презентации и даже сыграли в интеллектуальную игру. Как мне говорили организаторы ранее, это не будет прямой контекст того, что мы будем рассказывать аннотацию проекта. А нам будут задавать вопросы, мы будем отвечать, а вот другие команды будут отгадывать, собственно, что таит с собой проект и что, в принципе, там есть. С ребятами встретился и губернатор. Участники пообщались с главой региона в неформальной обстановке, рассказали подробнее о своих целях и планах. Одна из команд обратилась к Сергею Ивановичу с просьбой познакомить их с лучшими атишниками региона. Вопрос решили на месте. Губернатор поделился ценными контактами. Не стоит забывать, что участие в «Битве молодых» может принести не только новые связи, но и призы. Также у нас будет победитель по баллам, потому что все-таки это игра. Это не по проектам, это будет игра, в принципе, на логику молодых людей. Он получит сертификат в образовательный центр «Смарт». Они могут три дня за, можно так сказать, бесплатно провести и проводить какие-то различные тренинги и интерактивы. Самым ценным подарком для участников будет интервью в одной из редакций издательского дома «Ульяновская правда». Рассказать о своих организациях, проектах и достижениях смогут самые творческие и находчивые ребята. «Битва молодых» будет проходить каждый сезон. В конце весенних, летних и осенних состязаний будут появляться новые звезды молодежных сообществ. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ. Школа должна быть не только умной, но и душевной. Наша съемочная группа познакомилась с двумя учебными заведениями Старомаинского района. Чем удивили в Шмелевке и чему учат в воскресной школе при Богоявленском храме? Узнайте в материале нашего корреспондента. Одной наукой сыт не будешь. В Старомаинском районе к образованию детей подходят основательно. Наша съемочная группа посетила местные школы, начали села Шмелевка. В этом году в Матвеевской школе учится 76 учеников и работает 27 преподавателей. С виду это учреждение похоже на все остальные. Здания, постройки 60-х годов, типовые классы и коридоры. Но есть в этой школе одна интересная достопримечательность. Музей, созданный директором Ольгой Ловчевой. Экспозиция радует посетителей с 2005 года. Его не назовешь народным творчеством, музей народного творчества. Не назовешь просто исторические странички. Это музей истории нашего села. В первом зале расположились детские поделки и образцы школьной формы разных времен. С ними соседствуют арт-объекты на православную тему. Второй посвящен воинской славе. В экспозиции письма и фотографии земляков участников Великой Отечественной войны. Есть также каска и патрон от снаряда, привезенный с раскопок. Третий зал поражает своим колоритом. Экспозиция состоит из уникальных предметов сельского быта прошлых веков. Антикварной мебели, прялок, посуды и светильников. Все предметы Ольга Борисовна собирала сама. Большинство из них она привезла из отчего дома. Некоторые подарил ее коллега. Прохорова Галина Юрьевна, которая умница из умниц по этому поводу. Она и детей готовит к концертам. Вот сейчас мы готовимся к рождественским встречам. 21 января у нас будут рождественские встречи. Мы всех приглашаем на это мероприятие. Из Шмелевки в рабочий поселок Старая Майна. После светского учебного заведения мы отправились в Богоявленский храм. На территории святыни есть воскресная школа, в которой маленьких сельчан учат добру. Занятия проводят местные преподаватели и духовные деятели. На базе школы нашей воскресной Спасенка проходят мероприятия о роли воспитания и цели воспитания молодежи. Где наши воспитанники, преподаватели и родители будут участвовать в этом благом деле. В Сараманинском районе чтут традиции и стараются разносторонне развивать детей. Всего в муниципалитете есть 12 общегообразовательных школ и 24 библиотеки. Также в домах культуры работают творческие кружки и спортивные секции. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Уллправды ТВ. В этом году спортивных объектов в городе станет больше. К сдаче готовится новый ледовый комплекс в железнодорожном районе. Не отстает и центр художественной гимнастики в Засвияжье. Весной к ним прибавятся новые спортплощадки. Установку универсальных спортивных площадок в разных уголках областного центра одобрили в правительстве и городской администрации. Их установку начнут уже весной. Проект предназначен в первую очередь для отдаленных от центра микрорайонов, где отсутствуют большие спортивные комплексы. Так, например, спортплощадку установят в поселке Моторного завода. Если на этих площадках будет происходить спортивные действия, мы через эти спортивные площадки будем принимать именно тех детей в секции. Спортивные пространства будут доступны для всех жителей района. На них будут проводиться спартакиады среди дворовых команд. Площадки построят за счет средств областного и городского бюджетов. В этом году продолжится строительство крупных спортивных объектов. Речь идет в первую очередь о ледом дворце в железнодорожном районе. Считаю, что этот спортивный ледовый дворец, который на сегодняшний день строится, он очень необходим. Он необходим нашим детям, нашим внукам. И как долго мы его ждали, и с каким нетерпением мы теперь ждем, когда же он откроется. Ориентировочная дата сдачи ледовой арены – июль этого года. Площадка будет рассчитана на 256 зрителей. На ней смогут заниматься юные фигуристы и хоккеисты. Также будет организовано массовое катание и прокат коньков. Вторая партия сэндвича приезжает к концу января. Мы уже внутреннюю часть сейчас закроем. И оборудование холодильное уже на базе собирается. К сдаче готовят и Центр художественной гимнастики в Засвияжском районе. Спортивному учреждению уже дали имя Татьяна Арена. В честь председателя Региональной федерации художественной гимнастики заслуженного тренера России Татьяны Николаевны Грибковой. На площадке уже смонтировали котельную. Строители занимаются монтажом трибун и окон. Свои двери Центр откроют уже в этом году. Анна Тищенко, Новости, Уллправда ТВ. Площадь из мраморной плитки и фасады в едином стиле. В Ульяновске благоустроят территорию вокруг Спасского женского монастыря. Сергей Морозов с митрополитом Симбирским и Новоспасским Иосифом осмотрели ход восстановления Спасского женского монастыря, а также обсудили проект по облагораживанию прилегающих центральных улиц. Спасский женский монастырь в центре Ульяновска был построен в начале 17 века и на протяжении сотен лет был мощным духовным центром. В 1920 году монастырь закрыли с подачи властей. Его восстановление началось в 2017 году на историческом месте, на улице Дворцовая. В октябре 1919 года было освещено место построительства и работа закипела. Сейчас завершается внутренняя отделка надвратного храма монастыря и роспись колокольни. Ход работ осмотрел Сергей Морозов, а затем провел совещание с участием духовенства. В первую очередь губернатор отметил транспортную доступность строящегося объекта, чтобы любой прихожанин мог без проблем добраться до храма. Центр такой достаточно перегружен. Общественный транспорт, чтобы не получилось так, что у нас сейчас-то здесь невозможно толком проехать, а так вообще все встанет. Поэтому нам надо еще раз внимательно посмотреть по парковщикам. На заседании Сергея Морозову представили эскизный проект по благоустройству территории вокруг монастыря и прилегающих улиц. Главный акцент в проекте планируется сделать на оригинальном озеленении и современной инфраструктуре. Площадь перед храмом подрядчик выложат из мраморной плитки, остальную территорию заасфальтируют. Фасады зданий сделают в едином стиле, цветовой гамме, а лишние электропровода и рекламу уберут. Благоустройством предполагается приведение в порядок всех фасадов и тротуаров проезжей части. Пешеходные все тротуары должны быть без бордюров, чтобы было удобно ходить и пожилым, и родителям с детьми, и детям. Расширяются тротуары вдоль Версаля, вдоль ДК Губернаторского, вдоль первой школы, там где сквер, там дополняется торшерное освещение. Глава региона дал поручение утрясти все имеющиеся технические вопросы по проекту до 16 марта, а затем по итогам провести повторную встречу с духовенством. Митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф отметил, что сегодня поддержка губернатора в вопросах по восстановлению религиозных объектов на территории региона бесценна. Мы довольно часто собираемся здесь и обсуждаем различные проблемы, стоящие в связи с возрождением храма. Эти совещания проходят под председательством губернатора нашей области Сергея Ивановича Морозова, и вот общими усилиями у нас, в общем-то, дело идет к завершению. Я думаю, это будет хороший такой радостный праздник. В этом году церковь отметит 100 лет со дня закрытия обители богоборческими властями. Поэтому символично, что 5 апреля планируется осветить надвратный храм в честь всех святых в земле Симбирской просиявших. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. И это все новости на этой неделе. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ. Ежедневные итоги дня выходят по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru в 18.50. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok